тут все хлюпает, все в воде, переходим дальше, тоже все тут хлюпает С четверга на пятницу начался проливной ливень, привело это к тому, что в двух подъездах нашего дома начался потоп, затопило квартиры с 9 по 2 этаж Люди в это время пытались дозвониться до контакт-центра 500-100, закончилось тем, что контакт-центр сначала игнорировал людей, то есть сбрасывал звоночки Потом, когда они взяли телефончик, сказали, что выехать мы к вам не можем, во время дождя никто не приезжает Люди находились в опасности На следующий день по единственной заявке отработали, девушка, она блогер у нас Хорошо, не признаю, что мне делать Он просто с потолка вот так вот везде льется И только к ней смогли приехать И порезюмировали тем, что якобы не забитые были там стоки у нас Конкретно старая система водостока только с этим связали То есть они с себя пытаются снять свои вот эти вот обязательства, да, и хотят уйти от ответственности Один раз был случай, там действительно, то есть прохудилась крыша в этом месте После этого был проведен ремонт, восстановлено, было закрыто смотровое окно У нас большой, из шести подъездов Вот, к сожалению, мама маленького ребенка боролась одна У нее из розеток просто хлистала вода В итоге 500-100 не отреагировал по ее заявке, не приехал Соответственно, разбирайтесь сами Возможно, они и приедут в понедельник, но все уже высох Вот, точно так же и у меня Жалова вода из розетки, из выключателя Только по одному стойку Ну, ночью я не мог дозвонить, вообще не брали телефон А утром позвонили, сказали, придут до сих пор Но вы своими силами отключили? Я сразу же все выдал, все отключил Своими силами просто прочищали вот эти сливные отверстия Всеми возможными способами, инструментами, подручными материалами Также просили, чтобы мы дозвонились все-таки до управляющей компании Они нам объясняли тем, почему они не могут приехать Потому что у них по технике безопасности не положено работать в темноте и в дождь Ну, как бы эти два условия были как раз-таки в этот момент соблюдены Поэтому мы их не дождались Но своими силами получилось Мужчины прочистили сливные отверстия Вода стала уходить Но все равно очень большое количество воды за это время успело уже попасть в квартиры И вот пострадали в основном Вот мы жители восьмого этажа Нам, конечно, нашей квартире досталось поменьше А вот соседская квартира, она пострадала достаточно Вода текла, видимо, вот здесь по потолку Да, вот посмотрите, обои Хотелось, конечно, бы, наверное, чтобы управляющая компания все это заактировала Вот здесь бежала тоже все вдоль щелка Что тоже мы не смогли обесточить То есть мы просто на свой страх релизм Вот здесь совками вычерпывали воду Даже, видите, до сих пор видно, что первые следы штукатурки Своими силами, соседями Мы обращались на портал ЖКХ То есть, чтобы достаточно быстро среагировали Вместо этого меня удалили Я выложила туда видео девушке, которая все так вот успела снять вовремя То есть она не участвовала в расчистке, да, крыше А она снимала видео И это видео я выложила Меня удалили, удалили мое сообщение Удалили мое видео Достаточно грубым образом И меня заблокировали То есть вот так у нас власти отреагировали К депутату к своему тоже еще не обращались Он в отъезде на данный момент Будет в понедельник И он уже эту ситуацию знает Хотим обратиться в прокуратуру, в суд То есть мы сейчас как бы не отступим от своего Я считаю, что это правильно Потому что управляющая компания должна выполнять свои обязанности в полной мере То есть содержание, а не деньги приличные у нас снимают С дома, дома он большой По факту мы не получаем практически ничего Субтитры создавал DimaTorzok